Книга «Открытым оком», вопрос 377, тема «Святая Библия». Почему Нил Синайский говорил, что подвижнику лучше не читать Ветхий Завет, а читать Писание Отцов Аскетов? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. Если он такое говорил, то только потому, что нет у него страха Божия и идет ложным путем. Вся Библия переполнена местами, зафиксирующими прямые указания самого Господа Бога о том, что нужно Библию читать днем, день и ночь. Иисус Ановин 1.8 «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но выучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». А кто Библию не хочет читать, тот зря молится и неблагоразумен. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Хотя бы самые знаменитые люди говорили напротив, все равно они мерзавцы, распространяющие мерзость, им анафема. Галатам 1 глава 8-9 стих «Но если бы мы, даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам, не то, что вы приняли, да будет анафема». Лживые христиане легко усваивают подделки, потому что сходное к подобному льнет. Возрожденный от Духа Божия не будет бродить по помойкам истории и придет к чистому источнику жизни, ко Христу. Псалом 118.113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 136 «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Иоанна 5.39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Не просто читать, но исследовать, тщательно сверяя одно место с другим. Деяния 17.11 «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, и они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?» Писание Христос называет именно Ветхий Завет, так как тогда Нового Завета еще не было. Когда такой случай возник относительно клятвы, то Иоанн Златоуст сказал «Я вам читаю Владычный Закон, а вы мне чужие грехи». Это не одно к одному.